И наш сегодня приглашенный спикер Саша из города Уфа. Сейчас он предстанет перед нами. И вот Саша. Привет, Саша. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Добро пожаловать. Мы зачитали формат, зачитали поведение. Пожалуйста, твое слово, 40-50 минут. Как я уже сказал, тема на твой выбор. Что было, что есть. И что будет, если можешь, конечно. И, пожалуйста, потом будет время на вопросы-ответы. Пожалуйста, твое время. Меня хорошо слышно, видно? Да, тебя хорошо слышно. Ну, еще раз, Дата Лявив и группа «Надежда», я вас приветствую. Я хочу выразить благодарность за доверие и за предоставленную возможность послужить, быть полезным сегодня. Я думаю, что мой опыт, возможно, кому-то принесет какую-то пользу и предостережет от ошибок, которые я прошел. Итак, меня зовут Александр, и я алкоголик. Мне 43 года. На сегодняшний день у меня один год трезвости. В программе я с 2005 года. Ну, наверное, для начала расскажу, из чего все начиналось, чтобы некая идентификация была. Расскажу, как развивалась моя болезнь, потребление вкратце. Ну, а потом расскажу, как она развивалась в трезвости, ну и опыт проживания. Значит, родился я в полноценной семье, где были оба родители. Мне отец работал всю жизнь на предприятии, воспитанием занималась мама, и она была к тому же еще преподавателем. Собственно, весь набор был для того, чтобы детишки стали зависимыми. Анализируя вообще природу своего заболевания, я пришел к пониманию, что я уже пришел в этот мир с некой искаженностью и с непринятием реального мира. Но, как сегодня понимаю, это было мое богоискание. То есть, с детских лет, как я только начал как-то говорить и что-то осознавать, но моя память выдает это где-то семилетний возраст, я исказал свою реальность. Я очень много фантазировал, приупрошал свою жизнь, врал очень много. А потом, чтобы эти краски как-то насытить, я по какой-то причине, я стал еще и подворовывать. Подворовывать деньги у своего отца, тем самым я начал подтарчивать на эмоциях страха. То есть, украл и в ожидании, например, наблюдал, как бы, то есть, заметят или не заметят меня. И я вспоминаю, что я на самом деле очень сильно боялся этого, но в то же время мною вот этот страх руководил, как бы, да, то есть, и он неосознанно мне нравился. Потом это перешло все в такую привычку, мне стало нравиться. Наверное, к счастью, как бы, да, то есть, но родители очень сильно любили меня, ну и как-то прощали. Меня никогда не били. И я жил, собственно, всегда в каком-то дарном, я жил в достатке. С алкоголем знакомство произошло, ну, такое вот, это в 12 лет, когда мы с одноклассниками решили попить пивка в субботний день. И я, как всегда, решил отличиться. То есть, мое эго, да, как бы, то есть, уже тогда проявлялось. То есть, если все готовились к пивной какой-то, посиделке, что меня очень сильно сейчас удивляет, да, 12-летний возраст, то я решил отличиться, как бы, принеся домой, принеся навстречу домашнего вина. Вот, но, набрав дома этого вина, мне нужно было выдержать, еще там, так сказать, дождаться два часа, и я от нетерпения включил мультики и стал это венцо потягивать. Помню, что пилось очень легко, приятно, но вот это отсутствие меры, оно уже тогда проявилось. То есть, я никуда не пошел, я дома выпил всю эту бутылку, и, ну, просто отключился, да, мой детский организм, как бы, то есть, ну, был отравлен. Это вот такой яркий случай, но он у меня очень, как бы, ну, так сильно, так сказать, врезался в память, именно вот именно отсутствие меры, меры, как бы, то есть, вот, и непонятной какой-то жажды, да, то есть... Вот, потом далее, далее, как бы, то есть, подобные инциденты продолжались, на фоне, например, такого, что я занимался спортным лыжами, и я мог в субботний день, как бы, да, то есть, бегать на соревнованиях за школу, там занимать какие-то места. Придя домой, как-то был такой случай соревнований, мой старший брат устроил дома вечеринку, и я тоже, там, решил отличиться, ведь они были старшие, как бы, то есть, такие, я на них равнялся. И, например, там, ну, просто нажрался тоже до усеру, как бы, то есть, спиртного, чтобы меня заметили, чтобы меня оценили, чтобы как-то быть не хуже, чем они. Вот такое некое соперничество, оно, как бы, то есть, присутствовало в моей жизни, на фоне того, что, как бы, брак, ну, был неким моим таким, ну, авторитетом. Авторитетом, ну, плюс ко всему, это все, там, да, 80-е, переходящие в 90-е, и в России, ну, был такой, был такой бум, да, кто знает. Ну, модно было быть плохишом. И я, собственно, на этот держал ориентир, несмотря на то, что, как бы, отец такой был трудяга и старался для нашей семьи, как бы, сделать все, что возможно, да, чтобы наша семья шла благополучно. Ну, подобное вот поведение, оно формировалось, оно развивалось. То есть, например, 11 класс я заканчивал с таким, уже, так сказать, настроением, как бы, да, то есть, если там девчонки и мальчишки как-то готовились к празднику, выпускному балу, то мы, там, с одноклассником, например, думали, сколько же, так сказать, нам литров нужно, как бы, да, чтобы эту ночь провести. Вот так вот, как бы, ну, забавляясь во всем этом, формировался алкоголизм. И я помню, что, ну, дозировка уже была такая серьезная, как бы, да, то есть, там, литр-литр, спокойно, там, да, в 17 лет, вот, ну, как бы, можно было употребить. И это самое главное, что нравилось, да, как бы, это, как, такой кураж, как бы, формировало. Потом институт. На первом курсе, помимо этого всего, появились еще и наркотики. Это быстро все в такой микс. Микс превратило в какую-то адскую воронку, которая закрутилась в систематическое употребление, как бы... ...всех... ...вы не усулить, да, эту тему употребления. То есть, ну, в 29 лет я был полностью деградирован и разрушен как личность. Тогда наступило мое, наверное, первое такое вот бессилие, именно, ну, физическое, да, то есть, такое психологическое, такая подавленность вот от этого образа жизни. Потому что... Ну, к тому времени я уже был женат, у меня родилась дочка, там, в ремиссии. Но ничто не останавливало, как бы, никаких ценностей, как бы, не было. То есть, через все я это перешагивал. Был изгнан из дома. Отцом были поставлены очень жесткие условия, что ты социально опасный человек, и они меня выселили в такой район, ну, так, черный район, где мне была куплена такая квартирка маленькая, и, мол, как бы, ну, вот твое место там, да, где живут всякие. И обратно здесь. Где оборвалось, чтобы я так, ну, как-то продолжил? Продолжай, да, продолжай, нормально. Ну, хорошо. Хорошо. Ну, в общем, вот, было поставлено условие для того, чтобы, ну, мне родители оказали, чтобы была оказана помощь, как бы, набрать десятние чистоты, и мне сказали, что ты можешь пройти реабилитацию. я не сразу на этот шаг согласился, потому что, ну, не хотелось, не хотелось оторваться все равно, как бы, да, от этого образа жизни. Там оставалось некое какое-то послевкусие приятное, несмотря на всю физическую, психологическую боль. Но быстро, быстро эта грань, как бы, сломалась еще там какими-то двумя неделями. И я приполз, я просто приполз к родителям, как бы, прося о помощи, чтобы, ну, все, я сдался. И вот, собственно, пройдя годовую программу реабилитации, я... что... ну, я... восстановилась, если... идем дальше? С реабилитацией, да. Ну, вот, значит, да, пройдя, как бы, курс реабилитации, я как-то вздохнул вообще по-новому. Мне очень понравилась программа на тот момент, как бы, да, то есть, что... потому что до этого были перепробованы все методы, что предлагалось на рынке. Медицинские, шаманские, как бы, и тому подобное. Вот. А здесь, когда я взял ручку и тетрадку, я начал отвечать на вопросы самим собой. Здесь полезла какая-то откровенность, как бы, да, то есть, та боль, та боль стала как-то выливаться. И вот этот вот новый опыт, такой исповедь, да, как бы, то есть, из себя достать все плохое, меня вдохновило. Вот. Закрутилась, закрутилась, как бы, новая жизнь. Там, через год я сумел уже восстановить семью, появилась и работа, и цели в жизни появились. Но вот хочу сакцентировать сразу, да, что моя была ошибка в том, что написав в центре три шага всего, ну, не то, что там написав, как бы, да, поняв их, наверное, да, то есть, как бы, то есть, я остановился в шагах, я ходил на группы, я служил, мне это нравилось, движение в обществе, но вот в шагах я приостановился там. Я тогда побоялся идти как-то в четвертый шаг, обосновав себе, что, ну, я примерно его и так понимаю. И все дальнейшие тоже, да, как бы, то есть, это вот некая вот симптоматика моего заболевания тогда вот так вот проявилась. И я ударился в восстановление, восстановление всего утраченного, как бы, имущества, финансовых дыр, и это очень, как бы, так сказать, стало очень хорошо получаться, да, как бы, то есть, набравшись опыта там в одном деле, я перескнул, переходил в другое. И после я занялся реабилитацией, реабилитацией, как бы, то есть мы создали фонд, и последующие там 10 лет я работал в этой сфере, организовав с партнерами свою сеть о реабилитационных центрах и мотивируя себя тем, что я делаю, как бы, так сказать, вроде бы доброе дело, помогаем людям, ну, помимо этого всего и зарабатывая деньги, я полностью остановился в личностном развитии. Это некий ключевой момент, который сыграл со мной потом очень злую шутку. Время шло, как бы, то есть, да, того, о чем даже не мечтал. Как у нас пишется, да, то есть, там, деньги, собственность, престиж, это все пришло в мою жизнь, но одновременно с этим образовывалась огромная дыра именно в духовной, в духовной сфере, и мне становилось все потихонечку, как бы, то есть, плохо и одиноко, как бы, то есть. И все это, ну, конечно же, заполнялось другими страстями. Я начал заполнять это либо это сексом, да, как бы, то есть, либо другими развлечениями, атрибутикой, так сказать, богатой жизни, новыми автомобилями. В общем, в итоге, в итоге, на десяти годах трезвости, на большом мероприятии, куда нас там пригласили, вручали нам награды. Вечером на ужине появилась бутылка виски. Мой партнер как-то предложил это дело отметить. Вы знаете, как бы, то есть, ну, страх не долго был в глазах, и внутренняя жажда чего-то такого, почему я уже соскучился, она сделала свой выбор. Я начал употреблять, я начал употреблять, чтобы спиртное, с таким желанием, что я буду контролировать этот процесс, и полгода я, так потихонечку у меня получалось это. Но получалось так, ведь мне приходилось врать, я дома не мог открыться, на работе не мог открыться. И это были такие тайные попойки, командировки, либо в одиночестве в гараже, в собственном доме. в гараже, как бы, то есть, и посматривая на балку, деревянную балку крыши, с мыслями о суициде. Потому что я понимал, что я еду криво, и это неправильно, то есть, да, совесть ее не обманешь, она всегда, как бы, да, то есть, это божественный инструмент, он всегда работает. В общем, было очень плохо, было очень плохо, и эту боль, соответственно, как бы, как химически зависимую, я просто заливал. Заливал. Ну, чтобы не смаковать, в общем, закончилось это все различными путешествиями, куражами и остановкой сердца. Там, в одной из гостиниц. Меня откачали. Мне стало страшно после этого, потому что желание жить, оно вновь стало преобладать. Вот этот вот удивительный момент, когда, да, проявляется некая божественность, божественное вот это создание, как бы, да, для чего я создан? Для того, чтобы жить, да, то есть, развиваться, быть полезным этому миру. И вот это вот желание жить, оно меня вытолкнуло из этого состояния, я начал искать помощь. Я поехал к своим наставникам искать, где, что меня может помочь. Было очень страшно, потому что я слышал такую информацию, что на таком сроке всего лишь 3% только возвращаются к нормальному образу жизни, а остальные, ну, либо мучаются, и потом погибают. Было очень сложно в эти 3% мне как-то попасть. Были попытки лечь в реабилитацию, пройти там вновь программу, но то, что мне давалось, меня не запускало, не запускало тот механизм для восстановления. И вот здесь произошло знакомство с моим первым таким, ну, как бы так сказать, ну, не первым, наверное, да, то есть с одним из наставников, который меня познакомил с базовым текстом. И при встречах в гараже, в разговорах мы читали, мы разбирали, и вот здесь потихонечку что-то начало проникать. Мне очень, мне, что меня здесь вот затронуло, то, что мы очень много стали говорить о Боге, и о его появлении в жизни. Ведь до этого в программах реабилитации, как бы, то есть, ну, я об этом не слышал. Либо я не слышал, либо об этом как-то не так говорилось. Ну, я думаю, что, наверное, просто я не слышал. Потому что, ну, ум алкоголика, он перекрытый. И меня эта работа с наставником, так сказать, вернула в жизнь. Я очень как-то быстро восстановился, восстановились отношения в семье. Я вернулся в работу. Мне понравилось, как бы, то есть, то, что начало, как бы, в моей жизни происходить, а самое главное, ну, мои собственные ощущения. Вот это желание жить, да, как бы, то есть, эти принципы, которые начали во мне работать, быть более честным, более, там, открытым. Не так, конечно, сразу все это происходило. Но потом начались определенные кризисные моменты. Я понимаю, то, что было в моем, так сказать, бизнесе, там очень много, так сказать, нечестности, вранья, какого-то, ну, вот, обмана, и внутри партнерства, и с клиентами, меня начало это, как-то, приносить дискомфорт, и я начал становиться, быть неудобным своим партнером, потому что я начал какие-то отстаивать свои точки зрения, отстаивать свои границы. В общем, в результате, в результате меня предал мой двоюродный брат, он же партнер, и еще один партнер. Как бы они в сговоре, в общем, ну, как бы по-русски, как бы я говорю, кинули. Это принесло огромную боль, 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 и такую, ну, не было такого опыта в моей жизни. Я не знал, как это проживать. Поэтому это очень сильно отразилось на моем физическом состоянии и духовном. Я немножко так выпал, выпал из жизни. Я прям, я лег на диван на долгое время. У меня там, ну, как бы, суставы начали болеть, что-то там, как бы, то есть, еще какие-то обострились болячки. Я не знал, как бы, за что, для чего это все, как бы, то есть, потом я начал, конечно же, видеть проявление и заботу Бога вот в этом случае, да, потому что параллельно на нашу организацию завели уголовные дела, начались обыски, начались аресты, потому что было нарушение закона в нашей деятельности. И, вот, я как сегодня понимаю, это заботящая рука Бога, она меня просто убрала в сторону вот через такой опыт, через предательство, как бы, то есть, и, ну, такой вот, ну, через предательство, по сути, да. Это сегодня я благодарен, как бы, этим людям, особенно, что, ну, они выступили такими учителями, в моей жизни. но мне пришлось прожить, прожить, ну, боль, очень, очень больную, такую сильную боль. И это, это было, как бы, так сказать, не разово, потому что после этого начались, там, продолжались, вернее, между нами разборки, там, мой брат, например, он вступил на сторону, там, бандитов, и на протяжении, где-то года пытался вымогать из меня деньги. То есть, это угрозы, это вот эти вот стрелки, как бы, в 90-х, это был кошмар просто, как бы, то есть, а я в это время, как бы, то есть, пытался духовно, как-то, укрепляться. Я параллельно так как я христианин, я начал поститься, на службы ходить, там, в монастыре поехал, как бы, то есть, да, то есть, там, генеральную исповедь, как бы, то есть, прошел, как-то, ну, какие-то, новые, получал новый опыт, как бы, то есть, но, ну, вот, кстати, такой вот интересный опыт, вот сейчас расскажу, я немножко так перескочил, да, вот это все, то есть, вот на фоне этого еще произошел развод у меня с женой, начался дележ имущество, то есть, вот, преследование брата с бандитами, там, допросы в следственном комитете, ну, это некое такое вот клубок на огромного-огромного напряжения, который, в который я попал, я вот, ну, как-то пытался из него, как-то, ну, как-то его прожить, выбраться, но на самом деле, я в то время отошел от сообщества, и больше, вот, перешел на сторону религиозного опыта, потому что в сообществе я перестал какие-то находить ответы, и подобный опыт проживания вот такого, таких ситуаций, я пошел, так сказать, ну, в религию, и вот уехал там в монастырь, прожив там страстную неделю, очень, ну, так сказать, получил, конечно, колоссальный тоже опыт интересный, но в то же время, я духовно очень, ну, я надорвался духовно, то есть, те традиции монастырские, как бы, то есть, ну, оказались для меня очень, ну, сильными, и в результате я из монастыря уехал с литром как гора, и ушел в запой на полгода, потому что очень, ну, как бы, вот эта боль, да, психологическая, она была, ну, как-нибудь невыносить, и вот, мозг выдавал одно решение, обезболиться, то есть, та реальность, которая, вот, происходила, я, я ее натрезвую просто не мог прожить, вот, я понимаю, что, ну, я, как сработали, так сказать, мои, там, недостатки, я опять-таки увидел иллюзию, да, собственно, как я себя могу, вот, уговорить, опять-таки, вот, уйдя после монастыря в этот запой, я полгода контролировал свое употребление, я же говорю, я был прям удивлен, я думал, что меня отмолили, что ли, как бы, то есть, вот, и, я потому, что мне не хотелось безумного пьянства, как бы, то есть, я занимался какими-то делами, у меня появилась там новая семья, там, родился маленький ребенок, вот здесь, вот здесь, вот в этом, в этот период, но, как всегда, это заканчивалось одиночеством и опять новой болью, и мыслью просто уйти из жизни, но уйти я не мог, я сколько раз думал об этом, у меня решения никакого не было, как, потому что, ну, там, все банальные способы, они как-то, ну, ну, не по мне, что ли, я не знаю, не по моему духу, как-то, я не мог это совершить собой, и вновь присыпалось желание жить, желание жить, и решение на этот момент было, что хватит, Саша, экспериментировать, тебе много лет назад отдалась программа, и ты ее игнорируешь, возвращайся просто, просто возвращайся, вот такой был диалог с собой, и я вновь начал искать наставника, проделав там несколько звонков, я попадаю на парня из Москвы, который соглашается меня провести, также по базовому тексту, ничего нового, просто делай то, что я тебе буду говорить. И здесь, здесь, ну, уже как-то в другом качестве, в другом, наверное, в другой уже такой готовности, потому что та боль, которая, как бы, оставалась, вот она, ее хотелось чем-то заполнить, вот эту пустоту, прожить эту, как-то боль, найти способы решение своих проблем. И обещание, как бы, обещание наставника, обещание большой книги, они меня обнадеживали, было очень непросто. Вот этот, ну, как бы, так сказать, какой, третий раз, третий раз, по базовому тексту, мой заход, как бы, он очень был тяжелым, потому что, во-первых, и жизненные обстоятельства сложились так, что я жил там, в 30 километрах от города и не мог посещать часто живые группы, но я нашел для себя уникальный способ, это вот скайп-группы, и очень много времени проводил там, они меня, собственно, спасали. Спасали это общение, вот это виртуальное, и спасало меня, я его так называю, мой такой, один главный наставник, это вот Чак Че, который написал книгу «Токовые очки», я просто засыпался этой аудиокнигой, просыпался с ней, я слушал ее по дню, по несколько раз, меня вот, он очень сильно вдохновлял, и вот это так сказать, мы с наставником, мы встречались по ватсапу, один раз в неделю, потому что человек, человек очень занятый, много времени мне не мог уделять, по дню я ему тоже не мог звонить, потому что он просто не мог пройти трубки, и вы знаете, вот, это вызывало в первое время просто раздражение, злость, негодование, как же так, да, я хочу выздоравливать, ну там, у меня, как бы, так сказать, все не по-моему, мой эгоцентризм, он просто обострялся в эти моменты, но со временем я начал замечать, что во мне вырабатываются новые качества, которых у меня не было никогда, это терпение и смирение, и вот, ну, вот, очень было приятно наблюдать за этим, что я становлюсь потихонечку другим, я уже терпеливо просто жду, как бы, да, то есть, или же, например, мы там договариваемся с наставником, что там, в этот час мы выходим на связь, я приготовился, я, как бы, то есть, там, жажду встречи, подготовил вопросы, а он говорит, ну там, извини, я не могу, давай завтра, и вот, вот, казалось бы, такой пустяк, но он очень давался мне тяжело, потому что я же своевольная личность, как бы, я вот эти, там, 40 лет, я, ну, на своем эгоцентризме же, как бы, жил, ну, я делал все, что я хочу, как бы, да, то есть, настолько вот, было велико раздуто вот это мое эго, и чтобы его приструнить, присмирить, ну, мне, мне, как бы, нужно было вырабатывать очень много, много, вот, терпения, терпения, как бы, и усилий для этого. но потихонечку становилось легче, как бы, физическое состояние, как бы, то есть, это забота о маленьком ребенке, у меня вот родилась дочь, прекрасная третья, третий ребенок, у меня двое в первом браке есть, как бы, то есть, во втором браке, как бы, то есть, дочь родилась, так получилось, что я, ну, оказался без дела, выброшенный, так сказать, из лодки, и начать что-то новое, я просто не понимал, чем заниматься, поэтому хлеб зарабатывала жена, и у меня там от продажи имущества оставались, основа остались деньги, которые я просто, так сказать, удерживал, чтобы, ну, потом на них что-то купить, как бы, либо недвижимость, либо там, дело какое-то запустить, в общем, так вот время ушло потихонечку, и я рос, и дочка росла как-то, и мы так вот, вот эта забота за маленьким ребенком, меня она вдохновляла, и я через это видел, как бы, то есть, да, так, проявление, вот, именно любви, я вот здесь, вот, хочу, да, сакцентировать, что я в первый раз в жизни начал задумываться о состоянии, вообще, что такое любовь, потому что, ну, я не знал этого качества вообще в жизни, всю жизнь меня любили, любили родители, любили там, женщины, дети меня любили, а я никого не любил, это вот такие были признания, ну, какие-то начали открытия такие происходить, они такой, через такую боль проходили, и мне захотелось вырабатывать в себе это качество, но как вырабатывать его, да, как бы, я не знал, поэтому одиннадцатый шаг очень давался мне тяжело, заученные молитвы, перебираешь одни и другие, там, из базового текста, берешь, там, православные молитвословы, как бы, то есть, я что только не пробовал, как бы, то есть, и на коленях, и лежа, и стоя, но моя ошибка была, что я ждал, я ждал какого-то мгновенного результата от этого, и, ну, соответственно, еще и больная голова, как бы, такие иллюзии подкидывала, что что-то должно, прям, произойти, да, в моей жизни, я же такой, как бы, я же стараюсь, я же такой хороший, как бы, я же, ну, я изменился, где ты, Боже, как бы, то есть, проявись, на стрелке напиши, что ли, как бы, то есть, я не знаю, постучись в окно, да, и знать, что ты здесь-то со мной, в книге же так написано, ты же, как бы, ну, а где ты, а я его не чувствовал, я не чувствовал, как бы, то есть, обратки, и это вот, ну, ежедневное, ежедневное, богоискание, через страдания, опять-таки, общение с анонимными, слышишь, вроде бы, там, одни и те же фразы, как бы, то есть, вроде бы, все понимаешь, а внутри нету, а в нету резонанса, как бы, то есть, меня это, ну, иногда приводило в отчаяние, разочарование, что, ну, как будто я, ну, я Богом покинутый вообще, какой-то, ну, видно, я так напроказничал, что Господь вообще от меня отвернулся, и просвета не видать у меня. В общем, вот такие вот, какие-то метаморфозы различного рода происходили на протяжении, ну, почти годы со мной. И вот только буквально, может быть, пару месяцев, пару месяцев назад, со мной что-то такое вот начало происходить. Но, во-первых, что изменилось? Я, я выбрался из изоляции. Я ушел со скайп-групп, я пошел в сообщество живых людей, живых алкоголиков, потому что я понял, что, ну, мне нужны живые люди, нужен контакт с ними, нужно служение, нужны подспонсорные, как бы, то есть я, ну, я же, я знаю, что мне нужно, быть полезным, как бы, то есть работать с алкоголиками, а где их взять, как бы, да. Был опыт такой, что я, когда жил там, в загородном доме, напротив, меня, ну, были, ну, пьющие люди, жилая семья, как бы, то есть муж с женой, такие вообще деградированные, они жили без света, без газа, там, вообще непонятно как, как бы, то есть, и тут я преисполнился желанием им помочь. Тут еще анонимный брат, говорит, что, ты иди бомжей кормить, как бы, тебе станет, легче. Я думаю, да куда мне ходить, у меня напротив же вот такие два персонажа. И вот, вы знаете, как бы, наши такие первые встречи, я их кормлю, я им супчики варю, там, горячий хлебушек покупаю. Вот. Но опять, да, такой опыт получил. Я сам для себя нарисовал проект. что, я их спасу. Вот, ну, как бы, я так понял, что Господь у них послал, прямо напротив живут. Я решил их поместить в социальный приют, где им там, восстановить документы. За них, в общем, все придумал, что им там, дадут работу, я не стану. Они вернутся в общество, и потом мне будут благодарны, конечно же, как бы, мне же признание нужно, мне нужно быть, ну, чтобы отблагодарили меня. И, в общем, ну, я перелюбил их. Оказалось, что им это совсем не нужно. в назначенный день, когда мы должны были ехать уже, как бы, в социальный приют, ну, они просто напились. И сказали, что, слушай, ты нас просто покатай на машине. Вот я, у меня было такое сильное разочарование в этом, что, ну, как же так, я так старался, как бы, а эти паразиты вот. Но я понял, что я опять, мой эгоцентризм, опять нарисовал проект под себя, и он мне удался. Ну, что, я немножко погоревал, потом поулыбался, понял, что, ну, что в меня опять, да, преобладает. И, ну, я как бы от таких идей вообще отказался. Я пошел просто на группы, взял служение. После девятого шага, ну, вернее, на девятом шаге мне дал спонсор разрешение, так сказать, брать под спонсорных. Вот. Здесь тоже такие были казусы, как бы, то есть я, когда кто-то отзывался, ну, вернее, кто-то, как бы, изъявлял желание, чтобы я их провел по шагам, я их прям сразу начал залюбливаться. Вот такая ошибка была. Я там прям, был готов, как бы, ну, влезть в их жизнь, как бы, да, там, возить его, там, я не знаю, читать ему, книжку ему, там, куплю, все, как бы, а он пропадает. А он пропадает, как бы, то есть ему это не надо. Я долго негодовал по этому поводу. Думал, да что ж такое-то, думаю, как бы, то есть, ну, у всех вроде все хорошо, как бы, то есть, а вот у меня что-то не так. Но тоже опыт, тоже опыт. и через какое-то время я просто пустил эти поводи, то есть, в конце собрания, когда, да, задается вопрос, кто готов оказать помощь, я просто поднимал руку с готовностью. Да, я могу провести. А уж кто хочет, подходите, как бы, то есть. И вот мне как-то становилось легче, как бы, то есть, что, ну, я перестаю, перестаю как-то, вот, контролировать и, ну, назидать, да, как бы, роль вот этого учитель, для роли Бога, потихонечку, она так как-то вот уходила, сползала. И вот здесь мне начало становиться вот легче, вот, о чем я ранее начал, говорить. Я как-то стал спокойнее дышать. Мой одиннадцатый шаг начал превращаться, вы знаете, в какое-то спокойствие, спокойное такое действие. Я не как солдат соскакивал, как раньше, да, вот, ну, там, я, там, глаза проснулся, все, там, паричевки, там, господи, направь мои мысли, там, верное русло, убери эгоцентризм обиды, там, ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Ушло вот это все. Ушло, и начало замещаться таким, я как-то начал слушать себя больше. А что мне хочется, а что говорит мое тело? Я начал слушать свое сердце, сердцеберение, так сказать, вообще, как реагирует мое тело. И вот оттуда начало приходить такое, дыхание для меня стало очень важным, потому что я человек эмоциональный, компульсивный, и такое, ну, очень быстро завожусь, и, ну, в связи вот с предыдущим образом жизни, да, то есть, так вот, ну, там, в бизнесе, вырабатывал очень долго, там, вот это быстро все, быстро, ну, быстро принять решение, быстрые деньги, там, быстрый секс, там, я не знаю, быстрая обезбольница. А здесь вот это вот начало от меня как-то вот отмирать. Я понял, что, ну, вообще-то, ну, торопиться вроде как некуда. и какая-то размеренность так перестала приходить потихонечку в жизнь. Ну, отношения с супругой, конечно, были разные, как будто, есть они и по сей день непростые, и это остается неким таким пока вопросом в моей жизни, именно отношения с женщиной. И отношения с деньгами остается вопрос, пока до конца не решен. я вроде бы, не голодую, есть машины, есть деньги, я ищу работу себе, я перебираю разные проекты, иногда прям включаюсь, начинаю контролировать эти все процессы. Но вот те новые качества, которые я получил, вот в последнем, да, так сказать, витке выздоровления, но они другие, они другие, и они мне нравятся, то есть на сегодняшний день я на своей, у меня появилась домашняя группа, мне там вот действительно стало первый раз в жизни, хорошо, вот, именно вот как домашняя группа прям, там какие-то стали все родные, у меня ушло какая-то предвзятость, потому что у меня долгое время, почему я, вот, я увидел причину, почему я не выздоравливал, и у меня, ну, как бы, так сказать, у меня не было идентификации с алкоголиками, да и собственно и с наркоманами тоже, потому что я себя считал особенным, и вот недавно буквально тоже для себя такое открыл, что я не понимал долгое время, вот эти там практически, да, там 14 лет, зачем меняться мне, потому что, ну, меня до этого практически все устраивало, ну, тем или иным способом, да, как у нас там написано, я пока вот воплощал собственные проекты, и они каким-то образом там, то получались, то не получались, меня это держало на плаву, а здесь, когда я полностью сломался, и вот, ну, там, развод, меня там жена отвергла, да, как бы, то есть для меня боль была, там, брат кредал, бандиты, вот эти все, ну, вот эти все случаи, они послужили очень таким знаменательным событием, и, так сказать, эти люди, ну, я их сегодня учусь, учусь для себя, как бы вот, как бы их, ну, перья, перья, такой новый образ им дать этим людям, что они учителя, не всегда это, конечно, как бы, то есть иногда всплывают, вновь эти обиды, злости, но вот как-то этот пожар, он такой недолгий, он там побушует, побушует, как-то опять какую-то такую инвентаризацию проделаешь, и опять воспитываешь, там, воспитываешь к ним благодарность. так, ну, что еще, что у нас там со временем-то, двадцать-десят-десят минуты, я на чем остановился, на группе, да, то есть я хотел бы об этом сказать, что, то есть, ну, служение, служение ведущего, как бы, то есть я прошел полгода, был ведущим, сейчас я взял на себя, я взял на себя сейчас служение по координации, координатор, юбилей у нас будет в Уфе, 20 лет сообщества, как-то вот пришла готовность такая, что я могу быть здесь полезным, и самое главное, желание, вот для меня было удивительно, вот это желание проснуть, двигаться, двигаться и действовать, потому что, как я уже говорил, я долго был в изоляции, в таком неком бездействии, как бы, вроде бы делая программные вещи, я не получал никакого результата, и вот, много, да, в нашей книге говорится о том, что вера в без дела не ртва есть, и это действительно так, ну, наверное, там, к счастью, или, так сказать, или к сожалению, как бы, да, то есть, ну, я это вот на собственной, конечно, шкуре прошел, и вот мне потребовалось очень много лет, чтобы до этой истины, наверное, дойти, дойти, я начал слышать, начал слышать, я начал слушать, я начал видеть какие-то вещи, те азы, да, которых, там, на протяжении, там, вот этих 15 лет, сколько я в программе, я их слышал, но я не понимал, как бы, да, их значения, и сегодня, вот, там, я четко понимаю, что, почему так важно, да, там, быть вот в этом моменте здесь, сейчас, когда мне становится плохо, ну, оно становится, да, как бы, регулярно, я же остаюсь зависимым человеком, мне помогает возвращаться именно вот понимание того, что я здесь сейчас, потому что мне больно, когда я, либо в завтрашнем дне, либо во вчерашнем дне, то есть, да, а это признак психиатрии, как бы, то есть, и вот через анализ возвращаешь себя, через дыхание, через медитации, размышления, сюда, здесь, сейчас, и понимаешь только здесь, хорошо, у тебя все есть для того, чтобы быть радостным, счастливым, и свободным, наверное, я бы закончил бы, да, как бы, и мне больше было бы, наверное, интересно перейти к вопросам, если они у вас будут. Спасибо, спасибо большое, Саша, я зачитаю пару наших объявлений, и мы перейдем к вопросам-ответам. Друзья, это напоминание, 12-я традиция, огласит, анонимность, духовная основа всех наших традиций, все, что ты увидел и услышал здесь, должно остаться здесь. И седьмая традиция огласит, каждой группе А следует помощь, операться на собственные силы, отказываясь от помощи из них. Мы просим вас пожертвовать по возможности для обеспечения расходов группы, новых друзей и гостей, просьба не жертвуясь. Время сбора пожертвований открыто для объявлений группы, или А в целом. У кого-то есть какие-то объявления, друзья? У меня есть леталий-калкоголик. Напоминаю, что завтра воскресенье в 8 часов вечера репцентр Феникс ждет вас, приходите делиться опытом. И Виктория, каждый вторник, тоже в 8 часов вечера, тоже приходите делиться опытом. На следующей неделе, мы продолжим наши скайпы спикерские. На следующей неделе у нас будет из Татьяна, из Чехи, из Праги. Так что, всем добро пожаловать. И если больше объявлений ни у кого нет, то давайте перейдем к вопросам. Друзья, кто хочет задать вопрос спикеру, пожалуйста, поднимайте руку и будем задавать. Окей, я тогда начну с вопросов. Да, скажи, пожалуйста, Саша, Виталий, алкоголик, вот ты рассказывал про твои отношения со спонсором в начале выздоровления, да, что тебе, ну, как ты говорил, как мне показалось, тебе не хватает общения со спонсором, да, вот на сегодняшний день вообще какие у тебя отношения, какое место занимает спонсор в твоей жизни? Спасибо. Ну, со спонсором мы остаемся в том же ритме, это один раз в неделю, как бы традиционно, классически, выходим на связь. мы сейчас заканчиваем заканчиваем базовый текст, там остались две последние главы, женам, и что-то с работодателями связано. И параллельно, параллельно мы переходим в традиции. Как бы дал задание, вот, ну, там, по первой традиции, что тоже сразу становится актуальным, потому что в семье назрели раздоры различные, и я понял необходимость, как бы, то есть познание традиций, познание опыта. какую, как ты сказал, как там, важность, или что там, значение имеет спонсор? Ну, во-первых, мне этот человек очень, так сказать, симпатичен, харизматичен, интересен, одно, одно даже просто общение с ним, оно приносит успокоение, потому что спокойная интонация, ровное дыхание, как бы, да, то есть, оно как раз, ну, оно как-то передается, и хочется идти дальше с этим человеком, хочется общаться, мне бы и больше бы хотелось с ним общаться, но он ограничен во времени, поэтому здесь я, собственно, ну, там, своеволей, как бы, задавливаю, просто, просто жду, жду нашей встречи, и как бы, я не знаю, далеко я не могу заглядывать, как бы, то есть, но вот сейчас нарисовался правый план, там, мы пойдем в традиции, как бы, я бы тебе хотел передать, еще что-то там, может, мне так передать, но, оно как бы, классическое, да, классическое, вот раз в недельку мы занимаемся, как бы, ну, оно мне нравится, но помимо этого, потому что, когда мой дефицит в общении был, мне это помогло искать других людей, и я понял, что замыкаться только на одном человеке, как бы, это неправильно, этот человек, он меня ведет только по базовому тексту, вот он здесь, как бы, то есть, да, передает свой опыт, все остальные вопросы, я ищу ответы на них на группе, в спикерских, как бы, то есть, в разговорах с другими, там, людьми, со специалистами, как бы, да, в разных областях, то есть, мне помогло, это, вот, его ограниченность во времени, мне помогло выйти за рамки, как бы, то есть, собственной ограниченности, потому что я, человек такой, консервативный, консервативный, как бы, да, то есть, закрытый, и меня это, вот, вытолкнуло за грани, за грани, я начал обращаться за помощью к разным людям совершенно, по разным ситуациям, ну, просто, как рассказывал, да, ситуации у меня были разные, как бы, то есть, нужны были юристы, нужны были и полицейские, как бы, то есть, там, ну, различного рода специалисты, и мне это помогло, собственное мышление, как бы, то есть, менять, как, как, собственно, и гласит наши, да, там, духовные, духовные принципы, один из них, да, как бы, открытость, вот он начал таким вот образом, там, проявляться, спасибо, если ответил. Спасибо, да, спасибо, следующий вопрос. Саня, привет, меня зовут Гай, я алкоголик, и, ну, вопросов, как, конкретно, нету, спасибо за историю твою, очень, такая, насыщенная, разными событиями история, и я так услышал про юбилей, что ты там один из организаторов, я к вам просто собираюсь, в ближайшее время, и поэтому надеешься, там, все правильно с организуешь, и мы с тобой увидимся, и обнимемся, поэтому просто, вот, мы уже визиализировались, так что, до встречи, давай, до встречи, спасибо, пока, подождем, друзья, еще вопросы, кто-то хочет задать, да, секунду, Максим, я алкоголик, привет, Максим, у меня в доме жил сумасшедший, и решил покончить жизнь, выпрыгнул от 9 этажа, в это время вышла дама, выгулять собачку, он упал на нее, убил, а сам остался жив, все из этого сделали разные выводы, наверное, в том числе собачка, почему-то я, один из немногих, кто сделал вывод, что с 9 этажа прыгать безопасно, какой ты считаешь, недостаток есть такой общий для алкоголиков, восприятие обычной жизни, спасибо, спасибо за такой замысловатый вопрос, ты можешь повторить, какой недостаток, что, общий для всех алкоголиков, насколько я понял, в чем заключается наша ошибка алкоголиков, вопрос на миллион долларов, вопрос на миллион долларов, придет ответ, не хочу торопиться, окей, давайте тогда следующий вопрос, привет, меня зовут Наташа, я алкоголик, вопрос про боль, вот ты часто используешь такое слово, как обезболиваться, вот эта боль, и мне тоже это знакомо, потому что я с детства тоже постоянно испытываю какую-то боль, приходящую непонятно откуда, в какой момент ты помнишь себя, когда начало приходить это чувство боли, с детства или может быть потом, позже, спасибо. Спасибо. Про ту боль, про которую я говорю, она начала приходить, когда я какие-то грани перешел, грани перешел дозволенного, и, наверное, это, то есть о чем я, да, это, наверное, про такое ощущение, когда я какую-то, ну, как-то ощущение, когда душу дьяволу продал, я когда двинул все свои внутренние границы, все свои принципы, которые раньше у меня были, и вот, например, когда там была погоня за деньгами, как бы, то есть я реально, я понимал, что я двигаю границы, но, например, при жажде денег она преобладала, а потом в результате, как бы, да, то есть когда было вот это злоупотребление и алкоголем, и другими веществами, вот эта боль, она появилась именно внутренняя, ну, вот где-то в районе грудной клетки, и это, наверное, словами ее как-то очень сложно описать, это такое, ну, жуткое ощущение какого-то, как бы, что там сжимается все внутри, и это становится просто невыносимо, невыносимо, и почему я говорю же, да, то есть я прибегал, ну, к обезболиванию путем, ну, там, употребления, это сейчас я понимаю, что это вот именно духовная эта дыра, которая у алкоголика появляется путем, вот, пробивания, пробивания, да, когда там не понимаешь, не понимаешь, как бы, да, то есть мне же, в принципе же, Богом все было дано, как бы, да, то есть изначально, но я не хотел, как бы, да, то есть это использовать, но вот таким образом, пробив эту дыру, как бы, то есть, ну, только вот, потом я начал ее латать, так сказать, духовными способами. Спасибо, если ответил. Спасибо, священ, пожалуйста. Привет, Саша, меня зовут Вова, я алкоголик, спасибо за спикерскую, пронял во многих моментах, пронял. Два вопроса я тебе задам, один попроще, второй чуть-чуть подлиннее. Ты говорил несколько раз, базовый текст, немножко запутал, в конце я понял, что ты все-таки говоришь по книгу анонимной алкоголики, это так или нет? Это первый вопрос. Да, 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 да. Ответа, спасибо. И второй, расскажи просто немножко о сообществе в Уфе, интересно, как у вас пятая традиция, ну, такое, знаешь, статистика, сколько групп, сколько народу ходит. Я слышал, что у вас сильное сообщество, удели пару минут этому, спасибо. Спасибо. Ну, в Уфе там на сегодняшний день где-то группа, группа, по-моему, пять существует в городе. По прошлому юбилею собиралось где-то 100 человек, но оно то убывает, то пребывает, как бы, в принципе, это нормальный, нормальный, так сказать, ритм, как живого организма. Кто-то срывается, кто-то запускается. Есть, так сказать, костя, которые, как бы, ну, движут, движут традиции, как бы, да, то есть там за идею. Есть просто, так называемый, как бы, балансы зреющие, как бы, да. Да, в принципе, наверное, как и везде, как и везде, считай. Как бы, то есть, ну, не знаю даже, что здесь еще дополнить. Пятая традиция, да, пятая традиция, репцентр, больница, может быть, вот такие вот, тюрьмы, да, может быть, такие вот. Да, конечно, как бы, то есть, ну, комитет, как он, БО у нас называется, больницы, учреждения, то есть посещается наркология, посещается тюрьму. Я вот тоже сейчас подал, подал, так сказать, на проверку документы, чтобы посещать, ну, ходить с нанесением вести в тюрьму. Взял это от своего наставника, как-то он со мной поделился опытом и говорит, что мы регулярно, каждый среду посещаем там, бутылку в Москве. И, ну, я почему-то так тоже захотел, тоже захотел, потому что понимаю, что, ну, там есть кому, кому помочь, кому поделиться опытом. Есть эта работа, да, две работы. Спасибо, да. Вот пришел, пришел ответ, не помню, как брат задавал, да, вот, про собачку с дамой, как бы и про парня, который вышел в окно. Миллион долларов. Миллион долларов, да. Сейчас карточку сброшу, да. Вот мне понравился, когда я искал ответы на свои вопросы, в чем же причина. Вот у Чака Че в новых очках есть такой ответ, что это конфликт с трезвой реальностью. И я считаю, что, ну, я с ним прям как бы соглашаюсь и подписываюсь. То есть, я же вот начал, да, свою спикерскую из того, что у меня изначально отродясь был конфликт с трезвой реальностью, как бы, да, он просто выражался в детском сознании через фантазерство, там, через искажение такое до этого мира, а потом уже перешел в поиск, так сказать, вещества, одного-другого. И он по сей день остается, этот конфликт с трезвой реальностью. Мне, ну, мне очень непросто, как бы, да, здесь уживаться, как бы, то есть, и мне же всегда хочется по-своему, да, то есть, у меня рисуется всегда своя картинка восприятия этого мира и взаимодействия с людьми, то есть, вот этого, ну, ощущения утопии, да, как бы идеального мира. Иногда она обостряется, иногда она, как бы, то есть, как-то, ну, более адекватно я реагирую на этот мир, как бы, то есть, как-то так, со смирением проживаешь, как бы, то есть, какие-то там невзгоды, там, непогоды, как бы, то есть, но, вот, все равно, вот это некое бунтарство, бунтарство и конфликт, он остается, я считаю, что, ну, наверное, это одна из, наверное, таких главных причин, вообще, вот, зависимого человека. Почему он начинает употреблять? Потому что, ну, я почему начинаю, да, там, так сказать, отходить от этого всего? Ну, потому что я недоволен этим миром. Я, ну, я не смиряюсь, да, с этими вещами, как бы, мне, представим, то погода не нравится, то там, то политика не нравится, то там, ну, и по списку можно бесконечно продолжать. Ну, страстная, страстная, греховная, наверное, вот, натура человека, вот, моя такая, не все не так, как бы, то есть, да, то есть, и одна страсть порождает, это другую, вот, она, вот, ну, и вроде бы от одного открестишься, да, как бы, то есть, вроде бы, там, алкоголь, наркотики ушли, вроде бы, из моей жизни, там, прелюбодеяние ушло из моей жизни, но я как бы больше это не волнует, как бы, то есть, нету вот этой одержимости, да, как бы, ну, что ты будешь делать, ну, что-нибудь другое появится. Это вот, ну, вот эти круги, круги, ну, они же лечатся, они же, как бы, то есть, лечатся, как бы, и нашими инструментами, там, если брать религиозный опыт, там, по большому счету, то тоже все вокруг покаяния и исповеди, вот, да, там, ну, как у нас четвертого по девятый шаг, то же самое, там, и в религиозном опыте, признай свою ошибку, покайся, как бы, больше не делай так. Живи, живи по-новому. Спасибо, спасибо. Меня, Саша, очень затронул, затронул твой ответ, да, действительно, я тоже всегда был конфликт, конфликт с реальностью, и всегда я считал, что проблема, она в реальности, да, и для меня открытием было, вот, одним из открытиев программы, да, что, на самом деле, в конфликте с реальностью проблема не в реальности, проблема во мне, и слава Богу, да, потому что с реальностью я не могу решить свой… если проблема с реальностью, то это уже не в моих силах, а в моих силах решить проблему ту во мне. Вот, да, спасибо, следующий вопрос. Ну вот, получив опыт постов, монастырей, срыва, я, конечно же, понял, что, да, то есть, проблема-то, ну, там, совершенно не в религии, не в монастырях, как бы, то есть, и проблемы во мне. И на сегодняшний день я просто понял, что мне нужно быть, вот, сегодня в шагах и в сообществе, это, это меня учит оставаться первым, да, трезвым, ну, там, второй, третий, как бы, это, вот, вырабатывать, вырабатывать себе новые, так сказать, качества. Вот, причем, они для меня, они для меня простые, да, как бы, то есть, там, в виде служения, как бы, то есть, там, в виде общения, ну, с единомышленниками, да, как бы, то есть. Но, но тяготение, тяготение к религии, оно остается, остается, потому что я понимаю, что это же оттуда пришло. И программа взята из, из, из Оксфордских групп, да, как бы, то есть, и по большому счету это, но, но это лично мое, лично мое, что программа, это как подготовительная школа. Вот, вот, ее нужно, как бы, то есть, так вот, как-то честно пройти, да, сделать все, что необходимо, закрепить эти знания. Ну, а в одиннадцатом шаге ведь говорится о том, что, ну, обратитесь, как бы, то есть, к священнослужителям, кровейным, там, ищите там ответы, в чем они правы. Я считаю, что, ну, вот, наверное, придет, придет время, когда, ну, я начну дальше искать ответы, или же, так сказать, как-то укрепляй свои традиции. Но, но, но пока, пока я воздерживаюсь, воздерживаюсь, так сказать, только так по состоянию, как-то духа, да, как бы, хочется, я пошел в храм, побыл, там, немножко, как бы, то есть, там, или бы, детей, там, на три части свозить, там, как-то просто побыть. Ну, какие-то записочки поминальные написать, как-то вот так вот, чтобы помолились. Ну, спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо, друзья. И наше собрание подошло к концу. Если я не ошибаюсь, Саша, у тебя позавчера был год, да, год седьмого числа. Давайте поздравим Сашу, поблагодарим его за то, что согласился посределить нам. Огромное тебе спасибо. И, надеюсь, до новых встреч, надеюсь, тебя еще ждет впереди многих, много-много лет трезвости. Спасибо, спасибо. Спасибо вам, ребята. Спасибо. До встречи, Гай. До встречи. Друзья, и не специально, я хочу встречу, конец, для объявлений. Как мы уже слышали в нашем церкви, два-три дня назад было десять лет, пять лет, и мы не можем пойти мимо такого события, да, вот. Паша, пожалуйста. Алкоголь, Паша. Ну, давай. Ну, сегодня мы не сильно открываем небольшой формат, обычно мы на нашей группе, мы уже не делаем здесь, потому что мы делаем на футболе, но мы делаем такое маленькое исключение, вот это одинок-минус больше, выше. Вот, десять лет, ну, трудная такая цифра, да, и двенадцать лет, очень много не наших, потому что в любом случае ты ходишь, ты ходишь, ты ходишь на группы, ты делаешь такое заслужение, ты молодец, ты ходишь, ты делаешь двенадцать, да, и свет, это вообще кажется, что гора очень мало. Вот, если мне когда-то кто-то сказал, когда я пришел, что ты не встретишь в институте, да, я сразу откажу. Поэтому, да, и я желаю, чтобы ты приходил к нам, здравствуй, подсказывался, так же, подсказывался с этими компонентами, да, это прекрасно, потому что нас они отвергают, вот, нас нам не боятся, а ты это можешь сделать, поэтому спасибо тебе и давай. Безумно рад быть здесь. Я немножко делаю, я немножко не по программе работаю, я это чувствую, что я не совсем стандартно подхожу к, как это называется, Спасибо. 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 Спасибо.